Отец наш Небесный, благослови сейчас Слово Твое, помашь Его изобильно, мы благодарим Тебя за новый ум, новое сердце, мы благодарим Тебя за эту возможность не только соприкасаться с Твоим Словом, с Твоим разумом, но лелеять Его и благословлять и быть благословенными в Нем. Благослови, во имя Твое Иисус мы молимся и просим. Аминь. Мы живем в этом мире, где происходят разные события с нами, с другими людьми. Некоторые события, ну, такие имеют слабовыраженный характер, наши какие-то сложности, но это все такое, будем так говорить, мягко выраженное, не представляющее из себя каких-то потрясений. Затем происходят такие события, где потрясения существуют. И в этих случаях по нашей ветхой греховной природе мы сразу же ищем, кто виноват. И обычно нам хочется найти того человека, помните, когда Бог гулял по Эдемскому саду в прохладе дня и Адам и Ева, увидев Его, скрылись в лесу или за деревьями. И он сказал, Адам, где ты? И далее идет этот разговор, а не ел ли ты от дерева познания добра и зла или от дерева, от которого я сказал тебе, не есть? И для Адама это стало бичом. И он человек, который был с Богом, но он утратил это общение и утратил присутствие духа, и он стал бояться Бога. И что он делает? То, что люди, все человечество делают сегодня почти каждый день. Что он сказал? Вот жена, которую ты мне дал. Она ела и мне дала. А затем Бог поворачивается к Еве и говорит, что ты сделала. Она делает то же самое, что Адам, вот змей. Потом Бог поворачивается к змею и говорит, а что ты сделал? Но этого не произошло. Почему? Есть большое различие... Кстати, нужно отключить. Да, может быть, отключить нужно. Ничего. Ничего, ничего. Не будем отдаляться дальше. Итак, есть большое различие. Между нами и всем остальным миром людей спрашивает. Змея нет. Змею он говорит, вот что с тобой произойдет. Кроме того, иносказательно он говорит и о том, что произойдет с людьми. А чего он добивался, Бог? Чтобы Адам сказал, да, Господи, вот я это совершил. Я это совершил. Потому что Ева принесла этот плод, а я это совершил. Ева моими челюстями не двигала. А это я совершил. Это серьезная болезнь, когда человек не может признать факты. Это беда. Это больно. Он пытается увильнуть от этого и подставляет. И таким образом происходит сколько угодно в жизни. Всяких предательств и так далее. Поиски козла отпущения. Кого можно было бы, на кого можно было бы сказать, вот он виноват. Нехорошая проповедь какая-то. В том смысле, что... Мы что, в воскресенье утром пришли, чтобы услышать? Да. Да. Потому что наша история вот тех самых людей, которые живут сейчас, она там произошла. И все модели поведения, которые были у Адама и Евы, они присутствуют и сейчас в нашей жизни. Но интересно, что Бог, Он пришел для того, чтобы выручить Адама и Еву. И Он это сделал, несмотря на то, что они отказывались. Он через некоторое время там и жертву принес. И эта жертва пройдет через тысячелетия. И будет жертвой, которая указывает на Иисуса Христа. Он пришел туда не для того, чтобы погубить Адама и Еву. Они погубили себя. Они оказались в безвыходном положении. Они мертвые. И ничего не могут сделать. А Он пришел, чтобы их спасти. И посмотрите, как люди сейчас, находясь в таком положении, пыжатся, делают все, чтобы отказаться. Сколько вчера мы все выслушали, вероятно. А я сколько выслушал. Нет, 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 это не надо. Это я вот в другую церковь и так далее. А ты знаешь, куда пойдешь? Я не знаю, но это будет по делам и так далее. А хочешь узнать? Хочу, один сказал. Замечательный человек. И он послушал внимательно. Взял этот буклет. И обязательно прочту буклет. Подумаю и прочту молитву. Замечательно. Очень хорошо. Бог так и сделал. Мы с вами тело Христово. И Он нас ведет для того, чтобы мы продолжали гулять. Мы с вами гуляем-то по Эдемскому саду завершенной работы Иисуса Христа, где нет никакой беды до тех пор. Пока залез... Когда мы залезаем в нашего ветхого человека, и что-то такое натворили, это ужас! И люди думают, все, я больше в церковь не могу прийти из-за того, что моя репутация или еще что-то такое. Или же... А пастор сколько сталкивается с этим? Потому что одна женщина мне сказала, настолько расстроена, настолько она была в негодовании, она сказала, никогда больше за меня, за мою семью вы не молитесь. Но она сказала, она имеет право это. А суть заключается, что Иисус не имеет этого права не молиться. Правда, здесь можно сказать, что нарушается правило, которое написано в 1 Иоанна 5 глава 16 стиха, где говорится, если грех к смерти, то не молитесь. Вопрос такой, а как узнать? А узнается очень просто. Вы просто не молитесь и все. Дух Святой опа и закрывает. До тех пор, пока это не закрыто, вы что делаете? Вы не спрашиваете, интересно, это грех к смерти или не к смерти? Если эти вопросы есть, вы молитесь. Если вы молитесь и через некоторое время забываете молиться об этом человеке, то не расстраивайтесь. Если вы вспомните и захотите молиться, молитесь. Потому что не в наших функциях разбирать, а это к смерти или не к смерти. Иначе мы будем все время обвинять людей. Итак, вопрос, чего хотел Бог в той ситуации от Адама и Евы? Он желал, чтобы они сказали, прости, я неправильно поступил, прости меня. Они предстали бы перед фактом и сказали, да, это неверно. Очень много в нашей жизни, когда Бог не обращает внимания на какие-то вещи, и мы можем даже не раскаиваться в них, и когда, допустим, идет причастие, мы не помним их. Это все прошло. Но бывают такие, где Он просто ставит нас и ждет, чтобы мы там сказали, Господи, это так и есть. Я здесь неправильно сделал. Это проповедь по проповеди пастора Лава о том, что... И она называется «Давайте предстанем перед музыкой». Когда вы прослушаете, вам будет понятно название, так что я не хочу сейчас объяснять. Но я как бы... Это комментарий и созвучность моего сопереживания с тем, что происходит в жизни людей, в моей жизни также, потому что это присуще нашему ветхому человеку, и никто из нас не гарантирован в том, что такого не произойдет. И вот, чтобы посмотреть на разницу в Божьей позиции, в нашей позиции, я выбрал для объяснения и для того, чтобы мы наглядно увидели это все в том отрывке из Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 11 глава. И если вы можете, то следите за этим, потому что это очень интересно. Кто такой Иисус? Мы с вами скажем, первое, это Господь Бог. Но кто такой еще Иисус? У него же есть и человеческая природа, правда? Он и человек. И эти две природы, они не проникают друг в друга. Он по человеческой природе иногда, его божественная природа как бы отключается, и он не может некоторые вещи сказать. Он говорит, об этом знает только лишь Отец. Допустим, о том времени, когда Он... Отец знает, а ты не знаешь. Иисус, как Господь Бог, как имеющий полное знание, такое же, как у Отца, знает. Но Иисус, как человек, в данном случае, Он объясняет свою природу, что Он такой же, как мы. Но когда Он в себе, как в Господе Боге, во второй личности Бога, Он также нам проецирует, что мы в Духе Святом такие же. Поэтому мы можем очень интересно ходить по этому Эдемскому саду вместе с Богом. И вот эта ситуация. И мы рассмотрим ее, как если бы рассматривали человека, вернее, Иисуса, как обыкновенного человека. Ну, предположим, что это такой же, полностью такой же человек, как мы, которому не присуща эта Божья праведность, если бы мы с вами были на Его месте. И нашими руками бы, нашими сердцами Господь исцелял бы людей. Что происходит? В нашей жизни такое происходит. И вот мы стоим на месте Иисуса. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Третий стих. Сестры послали сказать Ему. Вот, кого ты любишь, болен. Теперь мы смотрим на это как из человеческой позиции. И Он говорит. Иисус, услышав это, сказал. Это болезнь не к смерти. Остановимся там. Это болезнь не к смерти. Через некоторое время Он говорит следующее. Пойдемте. Так, через два дня. Шестой стих. Иисус, когда услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, седьмой стих, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему, рови, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? Иисус объясняет. И дальше Он говорит в 14 стихе, Лазарь умер. А давайте мы посмотрим на эту ситуацию так, что вот Он сказал первый раз, это болезнь не к смерти. А потом вдруг доходит до Него известие, Лазарь умер. А я мог бы там быть и исцелить его. Какой кошмар! Правда? Ну, все! Лазарь, который такой мой друг, замечательный, и я туда не пошел, все пропало. Как я предстану перед Его сестрами? Теперь Он приходит туда. И Мария, вернее Марфа, услышавши 20 стих, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат. То есть, что она говорит? Другими словами, мы могли бы, ну, допустим, я бы услышал упрек. Он не слышит этого упрека, потому что Он знает, и Он Господь Бог. Он Иисус вместе с Богом, Он Господь Бог. Он знает, никакие упреки к Нему не прилипают, и Он не переживает по этому поводу, потому что Он знает, что Он сделает. Но если бы мы были на Его месте, мы бы услышали упрек. Ну, конечно. Все, жизнь-то человека, брата, она ушла, и теперь никаким образом не поправишь. Если бы ты пришел, я верю, что Он был бы живой. Ты бы Его исцелил. А потом она говорит эту фразу. И вот проповедь сегодня как раз называется по этой фразе, которую произносит Марфа. Но и теперь, 22 стих, «Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Давайте похлопаем. В любой момент самоосуждения, в любой момент страшной потерянности, человек был в церкви, ушел и не знает, он потерялся, ушел в другую церковь, ему не нравится, потому что он не может найти той благодати, которую он испытывал в церкви, великая благодать, но там что-то он сделал не так, он или она сделали не так. Кроме того, и он может помнить те взгляды, которыми его одаривали, может быть, не совсем сведущие люди в благодати. Кроме того, и дьявол тоже может очень легко направлять нас на то, чтобы услышать что-то, что кто-то говорит. Это вообще может не относиться к этому человеку. Нам нужно помнить фразу «Я и теперь знаю, Бог, что ты можешь в этой моей ситуации сделать нечто невероятное». Да, это я! Да, это я сделал! Вы что-то пропустили. Допустим, Иисус пропустил, как человек, я говорю, Иисус пропустил это все. И вот он слышит эту фразу. И он говорит, «Конечно же! Отец, ты можешь это сделать!» Он знал, что он сделал, он знал всегда об этом. И даже, и когда он стал человеком, то было и сообщение между ним, как Богом. Это единое, целое, но вот это сообщение временами отсутствовало, потому что Бог предпочитал, чтобы его сын был именно таким стопроцентным человеком. Мы с вами здесь видим интересную вещь. Марфа пошла дальше упреков. Марфа пошла дальше того, чтобы обвинять Иисуса Господа. Иисуса Господа, зачем его обвинять? Правда, и у нас тоже не поднимается на это сердце, или же мы не замахиваемся на это. Но насколько легко обвинять другого человека? А насколько легко это делать по отношению, допустим, к лидеру в церкви, когда тот что-то неправильно сказал? Слушайте, а мы сколько в своей жизни говорим неправильно? И потом ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Даже извинения не просим. Правда? Такое и есть. Но если это сказал пастор, то тут же все, пастор не должен. Пастор не Иисус Христос. Он человек Божий. Но он может делать некоторые странные вещи, и потом он Дух Святой ему предлагает. Он, как Петр, казнит себя. И, в общем, хотел бы уйти из всего этого. Но он остается, слава Богу, что он остается. Он остается там, чтобы Господь на него обрушивал свою благодать. Потому что Бог является, именно он является тем, кто, поднимая нас из той разрухи, в которую мы зашли, и то, что мы наделали, он не переводит нас в разруху, если мы были в сотой категории разрушенной. Он не переводит нас в девяносто девятую категорию. Он нас переводит вообще на небеса. Он сказал Моисею в книге Второзакония, ты не войдешь в землю, которую я обещал. Ну, давай я тебя поставлю наверху горы, посмотри с нее. Он посмотрел на ней, это с горы. И все, и закончилась история Моисея. Закончилась, оказывается, посмотрел Моисей, посмотрел с горы, ну, а теперь посмотри с небес, посмотри из моего царства. Вот куда он продвигает, вот где мы с вами находимся. Но даже и теперь, и в этом положении, я знаю, что ты Господь, и ты можешь сделать намного больше, потому что он дает нам не испытательный срок по благодати, а он нам дает благодать, милость, прощение и обучает лидера или возросших в том, что это неизменная его природа, чтобы мы с вами взяли на себя это и это же дарили тем людям, которые нас окружают. Только лишь это. неизменная Продолжение следует...